I have ways of blowing things off Ничего не поделаешь Так, ладно Мы тут собирались наведаться к доктору Которая гепатия Привет, крыски Че крысим? Э, кстати, я же вроде как Хотел что-то прокачать По-моему Так, кодать сейф Это я получил Судя по плану здания, кабинет гепатии Находится на четвертом этаже Вот, кстати, да, то, что нам как раз нужен был кабинет Записка Тут все круто, конечно А, задание Вернуться на падший дом Продолжайте выполнять Устранить королевскую убийцу Раз узнайте о королевском убийце Логично Узнать, где соколов Зайдите в кабинет доктора гепатии Сведения Значит так Что я хотел качнуть У меня две руны Я же говорил, что мне нужно А, мне нужно четыре Все, все нормально У меня была одна Я нашел одну Мне нужно четыре Это у нас третий этаж Сюда я не попадаю Требуется ключ Возможно, есть универсальный ключ от лаборатории Есть, есть Он на четвертом этаже В кабинете гепатии Я что-то думал, что Она где-то на третьем этаже Ну, не на третьем, а на втором Ну, не на третьем, а на втором Капрал Капрал флексит Неплохо Неплохо А, кстати, четвертый этаж Что у нас последний, да Приватная комната Тут выход на крышу Дождь пошел Я знаю, что мне сюда Я хочу обойти вокруг Посмотреть Тут же явно будет что-то интересное, нет? Да, это вон Беседка, по которой... Ну, не беседка А тепличка, по которой мы ходили Так Руна Руна где-то близко Смотрите, как минимум Не зря сюда сошел Я надеюсь, что она здесь Да А, и, блин, это же алтарь Алтарь меня будет каждый раз Телепортировать к чужому На поговорить На пару слов Как говорится Смотреть, как история искажается Переходя из уст в уста Есть такой Спорченный телефон Называется Неверное слово Кто-то не понял Кто-то забыл половину Да, да Такое бывает Скоро история Королевского убийцы Измерит форму Как пруд На наковальне Одни скажут Что монстра Следовало убить Другие Что он Всего лишь Жертва Которую Спасло Твое решение Интересно Кто этот Королевский Будет Всегда Будешь Помнить Правду Буду Буду Свою Правду Все верно Люди так устроены Они помнят Свою Правду Так Амулет Есть что-то повыше То есть там Или крыша Или что-то такое Я возьму Спасибо Не знаю Никак не могу По-человечески Отрегулировать Баланс Света Здесь Потому что То мне кажется Светло То мне кажется Темно То потом Другим Кому-то кажется Светло Или темно Кто смотрит Со стороны И в общем Туда наверх Можно Ну я попробую Сейчас конечно Кстати Мне что стало Интересно Раз мне Предложили Да Запрыгни Пожалуйста Не могу Туда наверх Раз мне Предложили Не пользоваться Магией В этой игре Вообще То наверное Есть какие-то Способы Не пользоваться Так Ну как минимум На крышу Я могу Забраться Руна И амулет Они здесь Значит Туда тоже Как-то Можно забраться Я с удовольствием Руна Находится Внутри Это кстати Наверное К Пройти я Не могу Туда Да Да Руну Мы забираем Это мы Запираем Это мы Все Тоже Запираем Где мы Мы В лифтовой Находимся Да Кнопка Зачем А мы Вызываем Лифт К себе Таким образом Окей Я понял Кстати Возможно Он был Заблокирован Все это Время Я ни разу Не пробовал Просто нажать На нем Ни кнопочку Ничего Возможно Он был Просто Недоступен Давайте Мы Тогда Через Него И Спустимся А Стоп Басмент У нас Кстати Перечеркнут Главный Зал А что Тогда Я здесь Делал То есть Он Мне Привез Типа На Пятый Этаж О Так На моем Уровне Ничего Не Находится Есть Одна Один Амулет Там Сверху На крыше Я пока Еще Не знаю Куда Добраться Все Остальное Внизу А вниз Я Никак Наверное Пока что Ну Там Типа Есть Подвал Так Там Есть Амулет Ладно Все Ребятки Давайте В пяточку Зайдем Сюда Немножечко Исследовали Окрестности Кстати Ну да Я же к вам Подходил У вас тут Доктор Александр Гепатия Сегодня Не будет Работать В своем Кабинете Она Будет Находиться В отделении Для Выздоравливающих Доступ Который Запрещен Просьба Не беспокоить На всех Случа Я ставлю ключ Доктора Гепатии В ее Кабинете Еще Кое-что Сторож Гамильтон Будет Содержаться В лечебном Отделе Пока Не попрошу Пока Не допрошу Его Не решу Его дальнейшую Судьбу Он заперт Небольшой Оранжерея Разговаривать С ним Или заходить В указанное Помещение Запрещено Капитан Рамирос Значит Нам нужно С ним Поговорить Если С ним Запрещено Разговаривать Даже Логично Кабинет Гепатии Я Заберу Провалы в памяти Случаются Все чаще Меня терзают Беспокойные Сны Не удается Отдохнуть Герц Кабели Поначалу Казался Очень Заботливым Но постепенно Я становлюсь Пленницей В собственной Лаборатории На этом Слушаем То есть По сути Она Хороший Человек Нам дает Понять По Уже Некоторым Лещам Так Ключ Конечно Это Хорошо Но я хотел бы Еще Вот это Почитать Письмо От журналиста Главному Алхимику Александре Гепатии Я пишу Вам Потому что Посещать Вас Лично Мне Запрещено Одним Из новых Распоряжений Герцога Которые Беспрестанно Сыплются На город Одним Из распоряжений Но к делу Как Продвигается Ваше Исследование После Штамма Осиной Лихорадки Есть ли Надежда На получение Улучшенной Версии Одермирского Одермирской Микстуры Я о том Эликсире Что мог бы Исцелить Лихорадку Вместо того Чтобы временно Снимать Ее симптомы У вас Уже Были Успешные Эксперименты Если Так То Скоро Ли Его Получат Простые Жители Города Как Вы Наверняка Знаете Запас Эликсира В городе Иссякли И люди Нередко Обращаются К подпольным Торговцам Рен Мончини Камарская Газета Ну Мы знаем Как она К этому Сему Относится Так Часики Че мы Пропускать Будем Сюда Заводили Ключик Так Ключик Мы Получили Теперь У нас Есть Универсальный Доступ Ко Всем Местам Ранее Недоскутным Для Нас О А тут Есть Стоп Минуточку Тут Есть Подъем Наверх Тут Была Ловушка Ок Ок Мой Косяк Я этого Не заметил Требуется Ключик От Чего Стоп Я что-то Кого-то Не обыскал Где-то Минуточку У меня Побочное Задание До сих пор Показывает На кабине Доктора Гепатии Почему Разузнайте Королевскому Убийце Обыщите Кабине Доктора Я его Я его Недобыскал После Патрулирования Доклад Дежурного Офицера Александрия Гепатия Портретики Не потрогал Защитник Короны Глава Тайной Службы А может Еще и Палач Можно Подписать Приговор Кому Угодно То есть У нее есть Штамп Государственный Ой Это я кстати Не забрал Я тоже Не забрал Я не так Хорошо Обыскал Как мне Хотелось Было Что здесь Еще есть У меня вот эти Штуки Они Перед глазами Стоят Так Это я послушал Это я посмотрел Тут я все Обыскал Письмо Офигеть Вот я говорю Что С освещением Здесь такое дело Письмо От герцога Луки Адели Моя чудесная Александрия Гепатия Или Близкие Зовут вас Алекс Как важны Вы для меня Для серконоса Для Что бы мы делали Без одного Из виднейших Наших Натурофилософов Натурофилософы Да Я не могу Спать ночью Так волнуюсь О вашей безопасности Что если Какой-нибудь Неизлечимый Негодяй Нападет на вас Что если Ваш контакт С больными Передет к смертельному Заражению Что будет Со всеми нами Кому нам Тогда Обращаться Именно поэтому Мы так Организовали Работу Гвардии В Адермире По крайней мере Сейчас Не препятствуйте Ей Я ваш герцог Я высокого Сценю Я готов Обязан Обеспечить Вашу безопасность Сердечным При этом Но он и так С приветом Мы это знаем Лука Адермире Осколки Прикиньте Они Бутылки Сделаны Из этого Изо льда Такие Ты берешь Они потом тают Рядом Есть руна Или амулет Рядом Это где Рядом 15 метров Ну на этаж Ниже Да Я еще не обыскал Да Блин Я чего-то Не понимаю Где-то Обыщите Обыщите Я обыскиваю Записи Хорошо Давайте Вот Записная Книжка Доктора Гепатии Нужно спросить Капитана Рамиреса Пришел ли Из Большого Дворца Ответ на мое письмо Улучшение Рецепта Адермирской Микстуры Наша Приоритетная Задача Но я хочу вернуться Своим пациентам Я им нужна Я вообще Отдала Я вообще Отдала Капитану Это письмо Может быть Я напишу Еще одно Это не повредит Если будет время Я приготовлю Дозу порошка Дубровника Для лейтенанта Вальента Который пришел Ко мне С какой-то Странной теорией Думаю Он не спал Целую неделю Тяжелое Тревожное состояние И паранойя Он может Представлять Опасность Для себя И окружающих Опять поступают Жалобы На бедного Старика Гамильтона Похоже Он ночью Напролет Бродит по институту И бормочет И каких-то ужасах Которые ему Привиделись Наверное Он Как и я Скучает По тем дням Когда мы здесь Действовали Действительно Помогали людям Как бы то ни было Наш верный Сторож Не обидит И мухи Сейчас все На грани Нервного срыва Я хотела бы Обсудить это С Васко Но не видела Его уже Несколько недель Он избегает Меня Надеюсь Я не оскорбила Его чувство Когда сказала Что мне нужно Больше места О Изучили Изучили Хорошо Сведения Доктор Гепатийская Человек Со стороны Королевских Убийц Один из них Ага Кстати Да Вход Откройте Отделение Для выздоравливающих Ключом Доктора Гепатии Открою Так Ну это было Уже Предметы Ключ Гепатии Задание Поговорите С Гамильтоном Как я это сделал Если мне нужен Ключ какого-то Из То ли гвардейцев То ли что-то такое Так Хорошо Я понял У этих стражников Точно не было Ни ключа Ничего такого Поговорите С Гамильтоном Четырнадцать Я думал Это наверх Туда Окей Это все Меняет Естественно Я с ним Поговорю Я бы даже Такой бы Чтобы не сейчас Сюда пойти А сначала Пойти к нему И поговорить С ним А потом уже Разбираться Со всякой Чепухой Здравствуйте Ой там нафиг Амильтонтан Ака давайте послушаем Рехнулся Бредит без конца Хоть слово Можно разобрать Говорит Ночью на него Напало чудище Ага И пыталась Выковырить его мозги Прям из черепушки Интересно Никому об этом Ни слова Ясно Конечно Нечего слухи Распускать Конечно Посмотрим Может я смогу Его урезонить Почему? Наверное Они что-то знают Что? Кого-то убили? Тебя например Ого я разрубил Его напополам Неплохо Давайте поговорим С ним Королевские убийцы Будто тьма Беспросветная Наверное Кстати Мне не привиделось Что за Надеюсь Мои записки Не украли Прячешь Надо вернуться В комнату Они взяли Думал Получится Надо же быть Таким Дураком Кстати Ключ 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 от верхней комнаты Все Теперь все сходится Тут у нас осы Я их выпускать не буду К черту А тут Ну-ка Че О Памятка Четвертый День Месяца Земли Васка Извини Так 1851 Кстати Извини Что снова Использую тебя Но для продолжения Работы Мне необходимо Следующее Одна банка Измельченной Морской соли Жировая смесь Но не свиной жир Он быстро протухает Дистилляты Для протираний Глицерин Два флакона Можевелового масла Два флакона Розового масла Я знаю Что розовое масло Дорого стоит Но только Оно помогает И чистить легкие От слизи Для Что поделаешь Когда-нибудь Мы посадим Собственные Розари Правда Если бы я сама Могла в это Собрать Александра Гепатия Она просила Ингредиенты Для нее достань Я заберу Кстати Спасибо Что мы делаем В этой игре Мы крутим Глобусы И заводим Часы Старая записка Доктора Гепатии Васка Сегодня страшно устала Не думаю Что поток Пациентов Услабнет Возримом Будущем Мне бы очень Помогло Если бы ты Обустроил Сортировочный Участок Направляй Ко мне Только Самые Неотложные Случа Особенно Бронхиальные Нарушения Черную мокроту Гнойные Раны И детей С кашлями Тяжелыми Травмами Им нужна Срочная помощь Ты ведь сможешь Самостоятельно Обследовать Остальных Я уверен Что твои навыки Ничуть не хуже Моих Увы 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 Боюсь Что Пол Выходного О котором Мы говорили Пол А Пол Выходного Я понял Пол Выходного О котором Мы говорили Отменяется По крайней мере В этом месяце Александрия Неполные Дозировки Так хорошо Как не было Уже Попросил Проводила ли Она Новые Испытания Сыворотки Она Очень Встревожилась И принялась Уверять Меня Что Больше Никогда Не приняла Не капли Она Поклялась Что Осталось Только Один Апразец Ее Спрятан В Надежном Месте Для Дальнейшего Изучения То есть После Этой Сыворотки Начинает Страшно Колбасить Ну Сфига Летин Решил Тут Искать Что Как Раз Это Была Здесь Хилочка Пришел Что Искать Начал Пришлось Убить Человека Так Ладно Обратно К нашим Собакам Сведения Сведения У меня Так Предметы Ключ Гамильтона Да Я его Подобрал Операторская Печатка Ну Про это Все Можно Читать Да Я согласен Возможно Даже Почитаем Так Код Ребятушки Код Может Быть Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Три Три Нет Была бы Это Какая-то Старая Игрушка Это Было бы Так Нет Не Шесть Три Три Так 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 Это Не Годится Это Не Годится Монеты Фигасе Все Так Значит Надо Разбивать Это Так У нас Тут Все Этими Осами Увешано Обычно Ключ Ключ от Лаборатории ВАСК Так Руны Там Внутри Нет Амулет Есть Наверху Амулет Есть Я В любом Сюда Шел Потому Что Мне Интересно Было Вдруг Из Эти Гнезд Не Вылупится А Вывалится Какой-то Камушек Ну У них Там Есть Этот Янтарь Какой-то Хороший Так Ладно Письмо Моя Милая Альбина Как Я Раз В Вест Весточки Тебя Я Оставил Тебя В руках Докторов Тебя Так Лихорадило Что Ты Не Могла Даже Попрощаться Меня До сих пор Берет Жуть Когда Я Вспоминаю Сколько На тебе Было Следов От Укусов Оз Оз Я Рад Что Доктор Гепатия Смогла Хотя Б Немного Облегчить Симптомы Я Прошу Не Забивай Себе Голову Такими Мрачными Мыслями Разумеется Ты Поправишься Разумеется Ты Выживешь Дети Ждут Тебя Да И Как Жить Без Тебя Мне Маленькому Бениту Все Время Снятся Кошмары Протрупных Оз Пожирающих Всю Нашу Семью Так Что Я Пообещал Ему Что Скоро Ты Вернешься И Оз Нам Больше Не Приспокоит Мы Утром Испекли Печенье С Тутовыми Ягодами Отправляю Тебе С Письмом Небольшую Коробочку Надеюсь Скоро Мы Тебя Сможем Так Тут У нас Тут У нас Смотрели На Оз Колпы Я Не Хочу Их Выпускать Честно Не Хочу Ладно Давайте Так Сходим В Комнату К О Кстати Мы Здесь Не Были О Лекция По Осиной Лихорадке Там Просто Музыка У нас Да Хорошо Запись Лекции Прочин Доктором Александра Кипати В Академии Натура Философ Натура Философии Ха Внимание На Схему Номер 7 Здесь Изображена Последняя Стадия Инфицирования Трупными Основными Пациентки 37 Она Была Директором Школы До Роковой Находки Большого Гнезда В Оранжере Умершего Дяди Продолжение Продолжение Раны Раны На Лицей Руках А Также На Личиночные Опухоли По всему Телу На Рисунки Но рисунок Не может Передать Ее поведение Перед Смертью Самые Шокирующие Симптомы Прогрессирующего Заполевания Являются Синдром Защиты Гнезда Даже Без Скрытия Он Свидет О том Что Личинки Или Продукты Их Жизнедеятельности Поразили Сребрография Номер 4 На данной стадии Болезнь уже неизлечима Но может снизить Уровень возбуждения Пациента Большими дозами Опиатов Данный пациент Умер через 3 дня После как была Сделана Сребрография Внимание На схему Номер 8 Здесь Так Секундочку 7 4 8 Схема Номер 7 Схема Номер 4 Схема Номер 8 Три цифры Здесь изображены Полностью Созревшие Насекомые После трансформации Из трупной осы Теперь Вид жука Обратите внимание На отсутствие крыльев Оно больше не агрессивно И обладает Нужно полезных свойств Особенно в области Сельского хозяйства Отсутствие этих Насекомых Пострадали бы Много посеев В серконосе Что привело К потерям урожая И заметному снижению Приболей 7 4 8 Я понимаю Что это тупо И скорее всего Не оно Но блин Три цифра Когда три цифры Меня это всегда Настораживает Нет Хорошо Хорошо Ну в принципе Я этого ожидал Доктор Бартеллами Васко Ключ Васко Стоп Это Это его Рабочее место Возможно В сейфе Содержится Его ключ Это было бы Логично Это было бы Чертовски Логично Ага Васька 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 Как же Открывается Твой сейф Блин Ладно Ладно Он тут Музло Слушал Кстати А тут У нас Проход К вот Этому Вот Товарищу Так Да Тут Исключительно Музыка Я так понимаю Я пока Ее выключу Это мы Прочитаем Тут кстати Это клетки Для псов Давайте Сходим Все таки В комнату Этого Сторожа Наверху Возможно Там будет Что то Интересное Я практически Верен В том Что там Будет Что то Интересное Все равно Мы уже Своим Лицом Разминировали Там все Давайте Сохранимся В общем Это давненько Уже не делали Да Комната Гамильтона В капюшоне Она тащила По коридору Что то Окровавленное Я знаю Была это Я не знаю Была это еще одна собака Или кто то Из охраны Не знаю Что было бы лучше Эти ублюдки Уже несколько месяцев Потешаются Надо мной Говорят что я Спятил И доктору гепатии Следует посадить Мне под замок Капитан Рамирес Говорит Что все Что все Это мне Чудится Я должен Прекратить Распускать Слухи Доктор Гепатия Почти ничего Не скала Когда я Впервые Упомянула О полусъеденной Собаке Найденной В отделении Для выздоравливающих Она кого то Выгораживает Доктор Васко Смотрит На меня С подозрением Он уже Несколько Недель Не покидает Отделение Для выздоравливающих А в последний раз Когда я его Видел Но знаю Что этим Ингредиенты Не входят Эти ингредиенты Не входят В состав Дармирской Микстуры Изобретение Изобретенный Доктор Гепатии Изобретенный Доктором Гепатии Вот да Если никто Меня не послушает Мне придется Самому Выследить Чудовище Я установил Ловушки И буду дежурить По ночам Пока не разберусь Что тут происходит Теперь понятно Вот почему Баррикада Вот почему Ловушки На входе Вот почему Все это Кстати Чертеж Черт Я мог его Пропустить Представляю себе Как трещат Головы Наших Врагов О Это ты у нас Первый раз К тискам Комментарий Такое Оставил Любой Кто разгласил Сведения О Бадармире Будет Лотным Под Трибунал О Что сейчас За побочка Отделения Для выздоравливающих 55 Отделения Для выздоравливающих В котором Стоп Это в котором Сейчас Васко Ну В котором Он последний раз Видел Васко Так Вот кстати Вот эти ловушки Вот тут все Васко Он говорит Он не вылазит Из отделения Для выздоравливающих Оно ниже Находится Да А как мне туда попасть Там руна Прямо за стеной Да Так 19 метров Вопрос Остается вопросом Как мне туда попасть Чертовски Чертовски интересно Мы сейчас На втором этаже Так я понимаю Так Но туда попасть Сейчас Ребят Минутку Есть еще Подвал В который Я никак Не могу попасть Рядом Рядом Да Да Так Отделение Для выздоравливающих Сюда Надо мной Каким-то образом Да А это кстати Та дверь к лодке Которая мне нужна была Она открывается Этим ключом Как мне попасть Наверх Оно прямо Надо мной Находится Черт Я вроде как Неплохо Разбираюсь В архитектуре Ну не то Что в архитектуре А в том Что здесь происходит Но я решительно Не понимаю Как мне туда попасть То есть Если я сейчас Портнусь вот сюда Да Я окажусь Перед этим Шкафом Тут нет Никакой Тайной книги Наверное Тут Тут Это просто батареи Я по-моему Пускаю Что-то Очень явное И в тот же момент Вентилятор Вентилятор Как мы Как я тут Тут какой-то Тайный проход Есть Черт Черт Это обидно Тайна Тайна Привела Меня сюда Я хочу Узнать Эту тайну Ладно Ребят Давайте Минуточку Поищу И Блин Я просто Даже Не знаю Я не хочу Сильно много Тупить На камеру Давайте Еще поищу Если не найду Так не найду Черт с ним Ладно Я тут еще Немножечко Побегал И пришел К выводу Что возможно Я здесь Никак и не попаду Возможно Ну это просто Моя Такая мания Заглянуть во все Второстепенные места Сначала Возможно Мне нужно зайти В главное И через крышу Там проломленную Какой-то пол Я где-то Куда-то попаду Давайте так Попробуем Потому что Я пока Другого Способа Попасть Здравствуйте Сюда Не вижу Что здесь Творится А Это и есть Отделение Для выздоравливающих Я заберу Блин Пистолет Вообще Не дальнобойный Ну как бы Нет Это нормально Это нормально Пистолеты В то время Как раз такими И были По крайней мере За это Спасибо Тут у нас Явно Проблема С осами Так Есть Хилочка Если что Пули 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 я экономить Смысла Не вижу Я заберу Я заберу Я заберу Яберись на доклад Дежурному офицеру Яберись на доклад Вам Кашпи доложит Ох, тут. Хорошо, они мне хилочку положили. Так, я отсюда пришел. Да, давайте. Порошаню мне хилочку положили. Мне, по идее, туда. Так. Так. Вот эти вот мертвые ульи тоже нужно разбивать, потому что в них могут быть вкусняшки. Да, это соля... Здравствуйте. Это солярий? Ох, тут амулет. Крутяк. Иначе бы я его не... Я просто из любопытства туда полез. Два патрона осталось. Надо будет потом вернуться в комнату к этому охраннику местному. У него там вроде как дофига патронов было. Можно будет обобрать. Так, я говорю, все нужно разбивать на всякий случай. Хотя, может, я пропустил уже парочку где-нибудь. Ладно. Нам сюда. И по-главному, и по-второстепенному. Потому я сюда и не мог попасть. Сюда только один вход ведет. Черт побери. Как меня это мучает. Ну, то есть, не знаю. Я, конечно, понимаю, что да. Но на самом деле нет. Я ничего не забыл. Вроде нет. Так. Вот, амулет совсем здесь близко. Там что-то чавкает, кстати. Это я заберу. С вашего позволения. Картина. А. Картина тоже можно забрать. Это хорошо. Так. Послушай. Это замечательно, что ты отыскала Соколова, милая. Старик сейчас у Кирина Джиндыша. Тот, несомненно, разузнает все его секреты. Так. Заполучив свое распоряжение Соколова, Кирина сделает самое невероятное открытие. Уже с Кириной Соколова. Но теперь снова парад. Твой выход. Нам нужны твои особые способности. Доброму доктору нужно съездить в Таруал и последующих списки. Ихава. Коробей. И наделает побольше шума. Бойло не бил снастью, да. Подбросить пищу для кошмаров всем жителям империи. Тут было логово этого чувака. Окей. Окей, это мы теперь поняли. Значит. Королевский убийца появляется всюду, где есть противники императрицы Эмили Колдуин. Это разве вы не читали? Первым жертвами стали граждане Карнаки. Прежде всего Корри Прокбен. Один из первых, кто смелился открыть критин. Да, это мы читали. Это мы читали. Эти газетные записи. Они везде более-менее одинаковые. А вот это вот. Похищение Соколова. Дорогой друг. Капитан Порта только что сообщил, что видел Соколова. Он знает его привычки. Говорит Соколов. Или Соколов. Галлонами покупает китовую кровь у китобоев. Видимо, для красок. Раз у тебя со старым гением общий интерес, почему бы не пригласить его у Костика? Мы договорились. Чем раньше, тем лучше. Он, вероятно, живет на корабле в пухте. Уверен, ты найдешь его по запаху. Держи его в дармире, не причиняя ему вреда. Не то он станет бесполезен. Если же ты голодна, знай, капитан Порта нам больше не нужен. Я его заметил. Заместитель недавно оказал мне услугу. Лука. Голодна. А возможно ли, что вот это вот снадобье... Город, не надо было шокированно ужасной смертью еще... Ой, ел. Извините. Еще одного откровенного критика императрицы. Да, это вы тоже читали. Так, мы знаем... Мы знаем, что вот это вот снадобье, которое они готовили, хотели улучшить. Оно оказывало наркотический и еще непонятно какой эффект на... Эм... ...человека. Возможно... Возможно ли такое, что наш доктор... У меня ногти грязные. С чем я работаю? Может быть, с йодом? Убивать ее, конечно, не буду. Можно поговорить. Я сохранился, я поговорю. Вы мой пациент? Простите. И я сама должна это знать. Я хочу задать один вопрос. Не трогай меня. Вы закрываете лицо из-за раны? Болезни, которые здесь лечат, более распространены, чем кажется. Чертеж. Я не пациент. Я ищу Антона Соколова. Соколова? Да. Он был здесь недолго. Но она забрала его к Кирину Джиндышу. Вы... Она. Вы слышали? А королевский убийца? Ваш пациент. Она. Королевский убийца. Про него писали в газетах. И я не... Ах, да. Эти жуткие убийства. Я как раз была в Даноле. Изучала болезни китобоев. Постойте. Меня зовут? Я все забываю. Этот убийца... Интересный случай. Думаю, я могла бы ему помочь. Только... Всегда все было хорошо, а сейчас память что-то подводит. Кто меня зовет? Прошу простить. Угу. Это, кстати, заберу тоже. Спасибо. У нас редко бывают посетители. В последнее время всего один. Ох, я забыла. Кто? Что я здесь по... Эм... Так. Найдите Васку. Васка, по-моему, лежит вон там, на столе. Обыщите отделение для выздоравливающих. Вернуться на Паший дом. Но это мне не надо. Пока что сведения. Считаю, что Васка связана с Королевской убийцей. Он видел, как Васка ставит необычные опыты. Я не теряла вещи. Возможно, у меня что-то с памятью. Такое случается в моей работе. Дружище, ты не Васка, случайно? Вы, наверное, из гвардии. Так, стоп. Уходить мне отсюда явно не надо. Мне нужно сюда заходить. Найдите Васка, найдите Васка. Что? Васек! Ты где? Дверь заблокирована. А как туда еще можно попасть? Что бы она сказала об этом? Очень интересно. Это, мне кажется, голова гвардейца, если что так, на секундочку. А, там, Т, да, Т. Мне кажется, что у нее раздвоение личности... Привет, чувак! Васька! Ты живой? Ты что-то шевелится еще. Что с тобой? Это доктор гепатия. Она убийца. Она королевский убийца. Да, я уже понял это. Но она не в себе. Она хотела помочь шахтерам. Но первый вариант с сыворотки... Да, это то, что я предположил. Изменил ее разум. Да, да. Мне конец. А ее еще можно спасти. Она ключ. Хорошая. Я знаю, что на хорошем. Моем сейфе. В клинике. Ты поймешь, как сделать... Код. Противоядие. Помоги ей. Код. Код от сейфа. 902. 902. Всегда хотела узнать, какой ты на вкус. Мне надо тихо отсюда выбраться. Она исчезла. Что случилось? Я проголодалась. Вот что случилось. Мы ждали еще одного садовника из дворца. Кому лету я потом, наверное... Почему вниз? Это внизу было серьезно? Да, точно это было здесь. 902, блин, как я это помню до сих пор. Я то, что я предположил, что, возможно, эта зелья ее как-то изменила, и у нее раздвоение памяти, или раздвоение личности, или какие-то потемнения с ней происходят. В общем, время от времени превращается вот в эту убийцу страшную. Так. Дневник. Теперь все должно получиться. Я уверен, что дозировка точная. У меня будет только один шанс размолоть и смешать все твердые ингредиенты, в том числе соли и алюминия сделано. Добавить несколько яичных белков. Они должны быть на кухне, но нужно взять их незаметно. Сделано 2 недели в моем сейфе вдали от солнечного света. Должно быть достаточно для активации основы сыворотки. Добавить пол шприца зараженной крови, взятой у трупа. Если бы доктор Гепатия была в здравом уме, она бы возражала, но с тех пор, как гвардия заблокировала Дермир, несколько человек погибли от трупных ос, они тоже могут послужить доброму делу. Все предыдущие образцы крови дали хороший результат, теперь бы меня снова не увидел Сторож. Сторож! Подогреть полученную смесь, вести как можно скорее. Запись и ласка. Он мне дал свой ключ. Я смогу сыворотки. Ага. Теперь я понял. Гепатия даже не подозревает, что в ее сознании обитает некая посторонняя сущность, заставляя ее периодически использовать еще больше сыворотки. Герцог держит ее здесь. И она, если не ошибаюсь, выполняет его чудовищные приказы. Гепатия та, кого газеты прозвали королевским убийцей. Да, мы это уже поняли. Я испробую его. Едва смогу достать записки из сейфа в клинике. Да? О! Александрия! Я только... Нет. Это вы? Да, Баска. Любовь моя. Ты догадался. И сейчас мы немного поэкспериментируем. Проходи. Располагайся. Аааа! Нет! Понятно. Поздней ночью доставали пациента с жалобами на песок в глазах доктора отдыхала наконец-то. Наконец-то. Поэтому этим случаем занялся я. После тщательного обследования я пришел к увыду, что причиной была серебряная рутниковая пыль. Чтобы вызвать слезоточение, я воспользовался глицерином и перечным маслом. Затем собирался промыть глаза, но сжение было достаточно ощутимым. Пациент слишком настрадался, чтобы позволить мне продолжать процедуру. Тем не менее, если истечение было достаточно интенсивным, я полагаю, что к утру глаза прочистятся. Оказывается, моя идея промывания глаз от песка была удачной. Я могу продавать этот рецепт. То, что надо, чтобы вымыть из глаз пыль и мелкие осколки. Рецепт ВАСКа для глаз и ушей. Вот как я это назову. Быстро и эффективно. с разрешением доктора кипать, и, разумеется, и лучше узнать. Блин. Вот дрянь. Во-во-во-во. Я про тоже. Так, что мне теперь делать? Лаборатория. Опять в лабораторию? Значит, пойдем охотиться на вампиров? А прикиньте, чтобы они сейчас все живы были и проходить-то все поставил сюда. Ну, не знаю, как-то. что-то... Что? так приготовили использовать теперь мне надо это вколоть до надеюсь все получится сделайте укол доктору гепатии 5 черт 6 выбрана она наверху ну давайте поставил 7 немножечко и у тебя кошелечки не подобрал как опрометчиво с моей стороны руну или амулет мы обязательно поищем ребят только после вот этого одища которая здесь происходит хилочка есть стремно сидеть просто или убить или усыпить и и и и и и и и нешь старость молодая плоть вкуснее да то да где ты там не обмочися дар мир не такой уж большую и я тебя поймаю когда я тебя поймаю я сделаю все без спешки нашел из упитанный спишь на мягких постелях дворцовая жизнь она западалась не спать я не сдамся я не отдам объект спасен ух от того стоило простите со мной что-то не так возможно я подхватил инфекцию в лаборатории да не так и было вам давали я но сейчас вам станет лучше мне удалось приготовить противоядие давали я не бойтесь я совсем разберусь если решите отдохнуть пару дней приходите я сейчас живу на корабле падший дом фух это было чертовски круто мне понравилось вот вот этот вот персонаж по всем записям по всему что мы видели было видно что это положительный персонаж и нет никакой нужды и убивать даже больше я был с радостью готов попать для того чтобы ее спасти это вот реально круто я рад что игра дает мне поводы сделать хорошие вещи то есть не только ненавидеть кого-то но и спасать ладно ребятки на этом наверное пока что все спасибо что были с нами в тесто в следующей серии всем удачи добра поправа все молодушек всем покеда а 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